Здравствуй, Люсанна! Я рада тебя видеть у нас сегодня в гостях. Почему я на ты? Потому что мы коллеги. Хотя вот так получилось, что мы впервые с тобой делаем какую-то общую программу. Люсанна, повод у нас очень замечательный. Увидела Светла такая прекрасная книга «За обмению не подлежит» прямо перед Новым годом. Я так понимаю, что это продолжение сибирских репрессий, публицистика. Мне бы хотелось, чтобы ты немножечко обозначила суть этой книги, о чем она, как ты работала, где ты работала. Вижу, что она такая объемная. Добрый день, Белла! Мне действительно тоже приятно очень вести какой-то проект с тобой, потому что постоянно и наблюдаю за передачами, очень актуальные темы поднимаешь. И действительно мне очень приятно быть сегодня рядом и делиться своими какими-то делами, своими какими-то вот, как говорится, своими книгами. Что касается данной книги, действительно, эта книга, она, на мой взгляд, я скажу честно, она очень мною выстрадана, потому что, как ты заметила, это сибирские репрессии, это вообще репрессии, там не только сибирские. Я начну с самого начала, наверное, чтобы люди понимали, почему я обратилась к этой теме. Начну с того, что моя мама, семья моей матери также была репрессирована. Моя мама родилась в Средней Азии, вот, ну, конечно, это после войны было. Но в 2004 году, когда я начала работать в редакции газеты «Черкес-Хак», я познакомилась с уникальным, на мой взгляд, человеком, с человеком, который для меня лично открыл тему репрессии. Это Галим Аргунов. К сожалению, его уже нет в живых, вечная память вот таким светлым людям. А вот, и вот тогда, в 2004 году, я узнала, что, к своему несчастью, тогда я только узнала, что в 20-40-х годах прошлого столетия по политическим репрессиям, по политическим мотивам, очень много людей было выслано в Сибирскую автономную, в Сибирский автономный округ. Тогда это назывался Западносибирский край. А вот, и вот с этих пор я начинала вникать в судьбы вот этих людей, да, сегодня одна судьба, второй. Вот публикация появилась у нас в газете, начались отклики, начали приезжать к нам, делиться своими какими-то воспоминаниями. Дети уже, дети, потому что люди, которых репрессировали, конечно, уже тогда не было в живых. Но дети, которые также перенесли репрессии, в частности, вот Галим Аргунов, он в очень маленьком возрасте, в возрасте полутора лет, он оказался в Сибири со своей семьей, и спустя несколько месяцев мать умерла, и вот ребенок до 12 лет, как я помню, вот он находился там. То есть его все детство прошло в Сибири. Также вот после того, как появилась, ну, у нас Галим Алиевич писал на русском языке, естественно, у нас газета на черкесском выходила, и приходилось... Переводы. Переводы, да. Я, ну, заметили, что мне эта тема очень интересна. Вот. Я вообще с детства очень увлекалась патриотической тематикой. Кстати, вот ты проситила мой вопрос. Да, да. Почему именно патриотическая тема? Я не знаю, почему. Ведь это уже третья книга. Да, это моя третья книга. Вторая книга у меня по нашим афганцам, ребятам, которые прошли Афганистан. Тоже книга мною выстрадана. Это очень тяжело мне далась эта книга. Так же, как и вот эта. Почему патриотическая тематика? Я так думаю, что, Белл, ну, мы поколение, которое выросло на примере наших дедушек, да, которые воевали в Великую Отечественную. Я помню, будучи еще ученицей в школе, я очень любила читать книги и как-то зашла в библиотеку. И пожилая наша библиотекарша, я даже помню, как ее звали, Елена Махмудовна, попросила ее, Елена Махмудовна, мне вот нужна литература, посвященная Великой Отечественной. Ну, детскую литературу я практически перечитала. Марат Козей, там, вот наши вот эти пионеры, да, герои. Вот. На что она мне говорит, Люсан, ну, ты перечитала все, какую еще тебе литературу? Разве что вот эту, Сталинградскую битву, а там лежала книга такая массивная. Ну, документалистика, документалистика, хроника, там, какие-то документальные материалы. Вот. На что я говорю, давайте хотя бы эту. Но меня вот с детства, не знаю почему, очень увлекала тема Великой Отечественной войны. Александр, ну ты же понимаешь, какое большое дело ты делаешь? Ведь именно патриотизм в первую очередь мы должны передать нашим детям, а они в свою очередь своим детям. Конечно, преемственность. Белл, ты не представляешь, чего мне стоило. У меня дедушка, как я сказала, он ветеран Великой Отечественной войны был. К сожалению, тоже его нет уже в живых. Вот, светлая память ему. И он абсолютно неразговорчивый был. Вот с ним можно было сидеть день и ночь, и он бы не проронил ни одного слова. Но я, скорее всего, тогда уже зарождалась во мне эта журналистика, что я буду действительно в этой сфере работать. Целый день просидела с дедушкой, умоляла его. Ну расскажи, как случилось, что тебя ранило? Как случилось, что тебя не мобилизовали, а наоборот, тебя отпустили с армии? Ты ушел в 44-м году. Почему? Почему ты не до конца войны прошел? Ну, я знала, что у дедушки четыре ранения было. То есть четыре раза он был ранен. И вот так вот с утра до вечера сидели, сидели мы на этой лавочке. И так повернулся, говорит, ну что тебе рассказать? Я говорю, ну расскажи, что ты видел. Ты же видел немцев. Говорит, нет, не видел. Говорит, Дада, ну пожалуйста, ну скажи. И вот тогда он мне рассказал единственную историю, которую, ты не поверишь, Белл, я нигде это не записывала. Вот здесь у меня... Ты запомнила? Да, я запомнила. Дедушка у меня участвовал при контрнаступлении на Калининград. Когда освобождали Калининград, там тяжелейшие бои были. Вот. И он рассказал, что более двух суток, это были очень холодные дни, там снег, говорит, было до, я не знаю, до щикола, до колен, да. Вот. Ждали двое суток, еды особо не было, горячего не было, то есть с одними винтовками вырыли, говорит, сугробы. И вот там вот отсиживались, и к утру, в 4 утра мы услышали голос нашего командира. Ура, за Сталина, вперед, в атаку. Вот. И вот так побежали все, и дедушка тоже, естественно. И он говорит, вот бежим, бежим, смотрю, слева падает мой товарищ, справа падает мой товарищ, и про себя думаю, так, скоро и мне. И вот так и получилось, говорит, в щиколотку мне попал осколок. И я упал. Упал, лежу, двигаться не могу же, чувствую, как кровь, вот это все, да, силы уходят. И, скорее всего, он на какое-то время потерял сознание. Я проснулся, пришел в себя, говорит, от немецкой речи, или немецкой, или румынской речи. Он тогда что мог знать, человек неграмотный. Вот. Но явно была нерусская речь. Подошли. Дедушка лежал, открыл глаза, и ему показалось, что это огромного роста люди стоят. Вот. Смотрю на них, они что-то обсуждают, и один, говорит, берет свой автомат и с плеч снимает. И дедушка говорит, ну, у меня сразу, вся моя жизнь, говорит, прошла перед глазами. И вот, таким образом, только хотел, наверное, в меня выстрелить, на что вот этот, их двое было, два человека. Другой вот так вот сделал, говорит, убрал дуло автомата, говорит, ну, видимо, сказал, ну, и так умрет от потери крови. Вот так, Белл, человек прожил почти 90 лет. Так интересно рассказываешь. Я представляю, как ты это все описывала. Белл, я почему это рассказала, я любую историю пропускаю через себя, через свое сердце. А по-другому никак не получается. Ты, как журналист, ты знаешь, пока ты не вникнешь, да, пока ты не пропустишь. Интересно не получится. Интересно абсолютно не получится, конечно. Вот и когда уже я познакомилась с Галимом Алиевичем Аргуновым, после начали мы получать материалы, отзывы, отклики, да, вот по его статьям. Ну, обратная связь от читателей. Да, да, обратная связь. И на меня как-то меня вызвал мой руководитель. Говорит, Люсан, вот приехал наш уважаемый человек Саула Хабес Аслангири Хапсироков. Аслангири Бекирович Хапсироков на тот момент ему уже где-то 80 лет уже было, наверное. Тоже старец, который, кстати, прошел тоже репрессии и именно в Сибирь, и именно в Тарскую область. Тарский район, Омская область, Тарский район. Вот, и вот началась у меня связь с этим дедушкой. Скажу сразу, до тех пор, пока он не ушел в мир иной, мы с ним дружили. Вплоть до того, что настолько мне было интересно, хотя у него, бедного, у него трубка стояла здесь, да. Трудно рассказывал. Очень трудно рассказывал. Но я же говорю, у меня настолько терпения хватало, потому что, ну, я горела этим. Настолько мне хотелось, чтобы этот человек рассказал все, что он помнит. Хотя ему было на тот момент 9 лет. Было, ты не представляешь, ты просто не представляешь. Вообще детская память, она настолько четко все запоминает и сохраняет. И какие-то яркие моменты. Абсолютно яркие моменты до мелочей. Этот человек помнил, вплоть до того, что, когда он описывал, где они свернули, из леса вышли, свернули там какие-то, вот это все. Знаете, я перебегаю с одного на другое, но когда мы в этом году, у нас, мы ездили в Сибирь, у нас делегация из Карачао-Черкесии, мы ездили в Сибирь по одному проекту. И когда я проходила какие-то места, я думала, боже, да, вот об этом рассказывал этот человек. Даже больше скажу, у нас интереснейший проект был в этом году, то есть не в этом году, а в прошлом году. Когда вы в Омск ездили? Да, в Омскую область. Да, это Омская область, Тарский район, село Пологрудово. Пологрудово, мы вообще, я ездила в составе делегации еще в 2019 году, когда открывали мемориальный комплекс, там огромный мемориальный комплекс, именно открыт он в пересыльном пункте, где были массовые захоронения. Понимаешь, вот когда отсюда вывозили туда, это несколько, почти полтора месяца шел состав, туда приехали практически половины людей уже не было. И там очень много людей умерло, вот именно в этом Пологрудово. И вот именно в этом пересыльном пункте, и мы вот в составе делегации, я ездила в Сибирь в 2019, и там был открыт вот этот памятник. И в этом году у нас уже по следам наших спецпереселенцев, да, у нас проект был, то есть наших вывозили в товарных вагонах, ну, мы теплушки сейчас не найдем, правильно? Мы поехали до Сибири трое суток на поезде, оттуда нас сняли, мы сели на баржу, то есть теми же путями. Вы повторяли все, что им пришлось пережить. Да, тот путь, который прошли наши предки, которые их вывозили отсюда, значит, мы на баржу сели, на барже то же самое, трое суток до Тары. Да, и в Таре мы вышли, и с Тарой уже до Пологрудова, уже на спецтранспорте, мы туда доехали. И с Пологрудова уже до кладбища Красный Черкес уже тоже, опять же, там без спецтранспорта через тайгу не пройти. Ну, самое главное, Люсана, то, что это вылилось вот в такие книги. Ну, знаешь, я что думаю, мне кажется, ты уже на другие темы так писать не сможешь и не захочешь даже, ведь ты же журналист с 20-летним стажем. Я думаю, что патриотическая тема – это твое все. Мне кажется, патриотическая тема – мое все, я обожаю об этом писать, но я также очень много пишу о наших спортсменах, я вообще обо всем люблю писать. Мне кажется, если ты любишь профессию, если ты любишь то дело, чем ты занимаешься, во-первых, ты получаешь огромнейшее удовольствие от того, что ты делаешь. От самого творческого процесса особенно. Да, от самого творческого процесса действительно. Люсана, скажи, пожалуйста, вот журналист и писатель, вот на мой субъективный взгляд, это абсолютно разные вещи. Вот я так считаю, понимаешь, хотя они где-то рядом. Ну, это творческая профессия, конечно. Да, ты себя в большей мере кем считаешь? Я думаю, что я журналист. Я журналист, и я горжусь тем, что за эти 20 лет я крупица каждой, набиралась опыта по крупицам прям. Поэтому я горжусь, что я журналистка на самом деле. Хорошо. Причем национальной редакции, да, на национальном языке. Это все я понимаю. Ну и теперь скажи, как удается совмещать вот такой творческий труд с тем, что ты главный редактор Республиканской национальной газеты? Где время находишь? Мне кажется, Белл, это самый интересный вопрос, который мне всегда задают, и я знаю, что отвечаю. У меня, если у каждого человека в сутки 24 часа, у меня 25. То есть я успеваю. Я еще раз повторюсь, если работу любишь, то успеваешь все. Люсанна, на четвертую книгу уже есть материал? Скажи. На четвертая книга у меня, к сожалению, знаете, есть такая тоже категория людей, которая незаслуженно забыта. На мой взгляд, Белл, это люди, которые ликвидировали Чернобыльской АЭС. То есть я сейчас занимаюсь этим, и параллельно я очень много лет занимаюсь. Это тоже очень благодарная и лучшая, одна из лучших тем. Так же, как и афганцы, и Великая Отечественная война, репрессированные чернобыльцы. Мне кажется, это такой благородный труд. И вот у меня очень давно, кстати, это не одним годом эта работа может вестись. Я это знала, когда я начинала. Я работаю над энциклопедией именно адыгского черкесского спорта 20-21 века. То есть это все зарождение, полностью зарождение и по сегодняшний день. Вот тоже пятая книга, над которой тоже... У тебя уже в работе две книги. Да, да, еще есть, но я не буду об этом говорить. Это все успевается. Помимо этого еще очень много работы. Я хочу, знаете, что добавить? Чуть-чуть упустила этот момент, когда мы шли по барже. Вот на барже, я неправильно сказала. Когда мы шли на барже, я спросила у капитана. Потому что мы, кстати, проезжали, проходили очень много деревень покинутых. Очень много. Опустошенных? Да, сибирские деревни, которые уже сравнялись, домики сравнялись с землей. Практически места, где уже практически никто не проживает. Я не знаю, почему я спросила. Марат Татарин, очень грамотный капитан был. Спросила, Марат, вот как называется эта деревня, которую мы сейчас вот проходим? На что он открыл карту, посмотрел, говорит, копай. Бац, копай. Мне же это знакомо. Когда мне рассказывал историю, как они убегали, вот этот Аслангирих Апсироков, они, их киргизы, киргизы по национальности люди спасли. И эти люди жили в этой деревне копай. Копай. Понимаете? А почему копай? Я еще тогда его спрашивала, почему копай? Ну, Санна говорит, почему копай? Потому что они в землянках жили. То есть у них практически домов не было. Они выкапывали землянки, и вот там себе я эту деревню увидела. Правда, уже этих землянок, наверное, не было, потому что там дома были. И она, кстати, до сих пор существует. Больше ста лет деревни уже. Да. Люсуана, ты просто кладешь такой информации интересной, с тобой очень интересно разговаривать. Я думаю, что мы еще в ближайшем будущем увидимся. Поговорим о твоих новых книгах. А вообще, я, конечно, желаю тебе творческих успехов. И благодарю тебя вот за такой нужный труд. Спасибо тебе. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо, что пригласили. Спасибо. Спасибо.